Привет-привет! Сегодня мы подключим очень полезное приложение, которое позволит вам переводить любые сайты на любых языках, на русский или на любой язык, который вы понимаете. Что для этого нужно сделать? Но прежде всего запустить браузер Chrome и сразу же перейти в настройки. Где искать настройки? Верхний правый угол. Три точки. Нажимаем и переходим на вкладочку настройки. В настройках сразу же переходим на расширение. Где они находятся? Расширение находится в самом низу. Нажимаем. О! И здесь очень много расширений. Возможно, у вас уже установлено расширение Translate. Для этого просто проверим, есть оно у вас или нет. Нет, ничего не найдено. У меня его нет. Если у вас есть, то тогда пока пропустите шаги по установке этого расширения. Значит, если его нет, его нужно загрузить. Где мы его загружаем? Мы загружаем его в... Опять же, идем в правый верхний угол. Три полосочки. Нажимаем. Идем в интернет-магазин Chrome. И уже в магазине мы ищем Транслейтер. Но нам нужен не любой. Нам нужен именно Google Translate. Значит, вначале мы набираем Google. Отлично. Нашли. Кликаем. И устанавливаем. Так. Расширение установилось. Об этом говорит вот этот значок. Вот здесь, в правом верхнем углу. Все. Теперь можно переводить сайты. Сейчас мы проверим. Зайдем на любой новостной сайт. Ну, к примеру, сайт Саачи. Canvas Саачи. И попробуем перевести. Ага. Где искать переводчик? Нажимаем вот на такой... На такой значок, который похож чем-то на пазл. Здесь мы его ищем. Запускаем. И нам предлагается перевести либо слово-фразу, либо полностью страницу. Переводим полностью страницу. Упс. Все получилось. Единственное, проверьте, пожалуйста, верхний левый угол. Появляется вот такая панель Google. И здесь вы можете выбрать язык, на который вы хотите перевести. Ну, к примеру, мы хотим перевести на арабский. Даже на арабский может переводить. Да, теперь важный момент. Чтобы постоянно не кликать, мы можем закрепить на панели поиска это расширение. Как это сделать? Опять же, нажимаем на этот пазл. Находим расширение Google Переводчик. И пин, вот эту кнопочку, нажимаем на нее. Она становится синенькой. И это говорит о том, что это приложение закреплено вот вверху, на верхней панели. Давайте проверим. Да, панель есть. Давайте еще раз зайдем на Saatchi. Нажимаем на расширение. Потом мы нажимаем на перевод страницы. И вот все получилось. Ура, ура! Так что пользуйтесь и хорошего вам дня! Спасибо за просмотр!